привет зритель сейчас тебя ждет обзор моих подарков на новый год которые были сделаны чуть раньше чем случился новый год которые были сделаны уже с наступлением нового года и сама по самый новый год короче денежные подарки эти не покажу их было немножко и они ушли в копилочку сладкие подарки к сожалению для тебя зритель не дожили у меня была шоколадка милка я ее схомячила я наверное это фоткала в инсту скидывал в телевуд скидывал если ты подписан только на канал то можешь снуться в инсту ссылочка в инфобоксе и в телевуд но я может на экране где нарисую типа айва форевр телега айва форевр инста я решила с этого года вообще начала то я это чуть раньше снова развивать свою инсту а в телеге я буду писать так вот как пишу если тебе интересно вот эти все мои мысли можешь телегу заглянуть там не обязательно подписываться но если не хочешь пропускать посты или там уведомления получать или вот просто не заходить каждый раз закладки можешь подписаться на телегу короче чё там не совсем айва форева там айва форевр что-то еще сама моя телега вот личка это вот до его форевр в общем были были была шоколадка милка я их хомячила была был набор конфеток от сестер я их хомячила вроде так конкретно вроде больше никакого такого сладкого него ну короче я фоткала полностью вот есть фоточка основных подарков в инсте но и какие-то я еще тоже фоткала не тоже давно битвец что вот с этого последний мой подарок я очень хотела кувшинчик а моя подруга хотела полотенцем ну и мы нашли друг друга причем я хотела именно кувшинчик с красной крышкой видела как-то магазине думаю можете сказать что вот магазине есть такой кувшинчик красной крышкой потом думаю вдруг она уже купила ну думаю дареному коню зубы не бьют а она угадала мои мысли и она и не знаю где заказывала но нам него принесла он в такой пупырки крупная был обернут прям в пакете в пупырки на зон на вайбере спик знает в общем я его обновляла когда и записывала первый в этом году обзор ведь первое видео в этом году это второе видео в этом году там где я хаваю на камеру амалетик из четырех яичев коренных короче там вот он был в кадре и наливал мне может быть в кадре может быть и без кадра наливал ну короче он стал на столе в нем был компотик сейчас в нем яблочный сок немножечко разбавленной водичкой я тебе просто продемонстрирую тут у меня даже чуть-чуть есть сока крышечка чудесная вот если туда наливаешь компоты попадают ягоды еще какие-то мелкие фрукты они вот не попадают в стаканчик застревают в этой крышечке очень классно короче вот тут внизу такое каким-то таким гравировочка рисуночком хрен знает чем сюда поставлю я управляю планшетик а он справа по борту но ты его не видишь кадре он вот там я специально убралась на окне чтобы уложить взгляд тех кто вечно будет что вот у тебя такая маленькая кухонка по моему четыре квадратных метра на чуть-чуть побольше чем на механке было и одни говорят что на кухонка маленькая сунуть некуда да сунуть некуда кухонка маленькая а другие говорят чё ты не можешь перед новым годом убраться и вот то что до них не убраться не это убраться так вот специально для вас недовольных зрителей я тут убралась нет остается днем фрукты которые еще не успели съесться что-то я убрала совсем потому что понимаю что вот так красивее чем когда все вместе а бетончик с медом которая достала с балкона чтобы достать себе немного надо убрать обратно на балкон он стоит за планшетиком сейчас увидела что планшетик на пару сантиметров это площадочка с окна чуть-чуть вывешивается на наш не перевесит не свалится там не еще елочка и и конечно не видно в таблину не суть важно ох сюда тоже поставлю первый мой подарок от друга семьи там еще были красивые носочки с дед морозиками санта-клаусами я их даже одевала я вчера специально их искала правда не полноценно так может они в шкафу лежат поэтому как бы если я туда залезла полноценно все перетрясло все полку я бы не нашла короче хорошие мягкие теплые красные носочки их наверное вместе вот с этим вот споткала или в телегу кидала или в инсту кидала но куда-то кидала так вот носочки я уже юзала куда сунула не знаю тут у меня три мылка с дракончиками я тут пришла к выводу что я еще когда обзор записала моего ухода на январе вдруг спала блин у меня же есть мыло кусковое красивое подарочное так вот у меня наконец-то хоть она уже была в пустых баночках домылилась до конца совсем мы слезятся ты леночки из франции вот ее посылочки было это мыло я подумала что пришла пора достать уже какой-нибудь из этих мыл заодно на камеру я не хотела писать обзор подарков а тут что-то думал может записать пока они еще юзабельны не все с юзабелись и мне что-то так и лайкали этот пост в телега моим желанием это обозреть короче тут один зеленый дракончик один розовый не голубой муж конечно она была сомерно делать он тут какая-то шуршушка но уж как как случилось а но еще в этой тут фиолетовый короче с голубым для тех кто не видит с маленьких утюгов и зеленый с желтым короче дракончики мы вручную работа наверное ну в эту форму в какую не заливалась а я наверное фиолетовый возьму пока хотя и зеленый розовый они оба прикольные маленькая мыльца меня помню маман дарила вот эти мылки раньше были от дуру там ракушка я помню она мне покупала такие наборчики там детские мылки были дуру с ракушками просто мылки красивые наверное надо ножницами я тут смотрелась и свой новый телефон нашла за 30 к я так поняла что сейчас за последние три года телефоны изменились а они с большущей памятью и в каких то есть возможность сунуть из декарства в каких то нет и вот они монолиты только на симку прикольный такой дракончик ничем особо не пахнет в общем я его сегодня заюзал такой спящий дракончик положу его сегодня к себе в мыльничку не заюзал не знаю стоит ли обратно этой веревочкой завязать так вот один в районе 30 кинозон прям оптимальный все мечта идиота все под мои параметры единственное что симку внесу sd-карту не ставишь для симки рт-карту не вставишь и может как бы это и нормально но мне был опыт монолита где не было в ней флешки только для симки и он однажды умер ну конечно он был хренового качества тогда не знала что-то хреновое качество и вообще не считала телефоны что это продолжение руки твоей до короче а другой вроде все ништяк и там все есть но чуть-чуть не дотягивать до тех функций что я хочу но в этой карте sd-картой и короче они оба от концерна дочерняя компания от концерна биби кей в общем это сахарничка у нас в районе есть какой-то дядечка который делает обалденные штуки плетет он из лозы ивовой он плетет корзиночки домики для кошечек всякие прибыл блуды такие вот мне родственники заказали у него сахарничку мне даже уже были конфетки которые я схомячила которые сестры мне подарили такая вот тут и деревяшечка что-то рибкая прилипла и плетеночка сейчас вот так покажу рукой это специально для тех кто смотрит своих утюгов чтоб не потом не читать в речку в каментах или где-то еще чтоб чё же ты так далеко показываешь я не вижу но не все могут заменить свой маленький утюг на большой утюг я вот свой утюг хотела бы заменить потому что он немножко вот ну как-то подключивать стал греться когда не надо и когда никогда на зарядке когда сам по себе ну как бы мне еще надо швабру короче мне надо две вещи а финансы не настолько большие чтобы можно было разбираться так что для тех кто не может заменить свой утюг на большой утюг вот вам показываю вблизи меня подружка пришла поздравлять меня с новым годом там мы немножко отметили то есть она говорит это чё это сахарница а мне уже третью сахарницу за два года дарят родственники одни и те же сахарница есть красненькая белая такая с красненьким она у меня сейчас мойки есть сахарница стеклянная конфетница мне сейчас сушеные грибы я хочу их измельчить и вот это она так смотрит на эту сахарницу он смотрит на меня говорит а у тебя родственники вообще знаешь что ты в однокомнатной квартире живешь и она уже не такая большая как предыдущая игру знают но она красивая хорошая сахарница конфетница наверное ну что суда вот сахар же не положишь но конфеты можно какие-нибудь фрукты там еще может сухофрукты что-то еще пока мне меня не конфеты лежали в общем вот для кухни я думаю что мне наверно ножницы больше не понадобится это подставочка какая-то новогодняя но она у меня надежала на этом можно сказать что прихватка только тут как бы нечем прихватить народ не подставочка самопальная нам не лежала на тумбочке вместе с подарочками вот можно ее использовать на рападу какой-нибудь горячая на стол обычно же вот все такое используется только вот с 8 марта на 8 марта мне же где-то есть полотенце в прошлом году тетя мне дарила и там дед морозик был я на стол кидала его на стол как типа красиво я еще перед новым годом при него помнила потом забыла вспомнила только сейчас но сейчас уже чё сегодня у нас 12 день пенсии только она мне что-то пока еще не пришла по крайней мере когда садилась писать еще ничего не пришло придется платить за коммуналку часть за коммуналку часть на еду и отложу может не рождение куплю себе телефон если никто раньше не скинет мне бабла за красивые глазки короче вот такая вот подставочка самопадненькая и последнее это вот был как раз от сестер от бабушки была там сладкая денежка сладкая съелась а денежка убралась а конфетки от сестер съела а тут красивый красный мешочек я часть уже ну как бы открыла и заюзала эти свечки скорее но их продают фикс прайсе такие чайные свечи роман ароматизированная 12 штук я тут сидела то ли тайпила то ли переводила мне надо было что-то такое мне с аромалемпой было геморно заморачиваться я поставила свечку зажгла такая интересная свечка я с третьей спички и зажгла там очень такой отдаленный аромат его практически не чувствую сейчас я понюхала я поняла что в принципе такую свечку можно использовать на аромалампе и вот что нормальная аромалампа будет ароматить и запах не будет перебиваться тут 12 штучек чайная свечка ароматизированная зеленый чай для твоего дома ароматная коллекция вот а еще а еще еще одна мылка метель есть четыре мылка мылка саванри саванри производится 2005 года в пикере делаться я саванри сотрудничала на заре своей блогерской ютубной деятельности в 2016 и 2017 что ли годах я уж не помню пару раз я саванри до этого покупала еще до того как узнала что это саванри мыло ручной работы вот я не буду его доставать ну что она тут красиво так упаковано сейчас пока буду использовать для кошков тут зеленая ленточка саванри зеленый чай и лайм мыло ручной работы зеленым чаем и лаймом зеленый чай лайм веган это френдли способ применения на мульти влажное тело кусочком мыло после чего при желании используйте мочалку бла-бла-бла сделано в петербурге срок годности 24 месяца где дата изготовления неизвестна ну да и ладно интересное такое мыло как будто из двух кусочков склеенная и открыточка с дедом орудом где ничего не подписано вообще она он как тут как юлочную игрушку можно использовать красивенькая такая штучка вот это все мои подарочки на новый год тут можно сказать ой мало или ерунда а мне вот все нравится я считаю что счастье в мелочах кстати ну как бы моя мама меня так воспитала что во всем надо видеть что-то хорошее а тут вообще всего хорошая и полезные свечечки я правда сейчас редко лампой пользуюсь но вот теперь даже повод будет зажечь и мылка и еще три мылка и носочки которые я куда-то засунула и красивый мешочек можно там какую-нибудь трапку у него засундучить или положить что-то и повесить он висеть вот он наполовину так ну непрозрачный конечно на руку видно и кувшинчик который я хотела прямо именно такой формы с красной крышкой и вот это вот хрена тенинка тоже красивая как бы ну они там что-то всегда дарят друг другу а я думала когда то что вот ну почему мне такую штуку красивую не подарить они раз и подарили и теперь вот я тоже в секте плетенок от того дедушки если вы хотите поддержать канал то можете это сделать ссылка будет в инфобуксе а также на экране облачко если вы хотите супер что-то обозрила вы можете мне это прислать и этого злю если вы допустим любите smr то я делаю формате smr если я что-то обещала и все никак не запишу можете напомнить мне нежненько в камеру там кстати сейчас еще тема такая идет я спинка одной хейтерши сделала запрос она мне задала и я опубликовала его в разделе сообщества на канале видео вопросы ответы если вы что-то хотели бы спросить у меня и хотели это увидеть не в текстовом виде а именно видео обзоре то можете задать этот вопрос под этим видео либо на стене в разделе сообщества под этим постом ну и всем спасибо за просмотр всем хорошего настроения пусть этот год я считаю что вообще считаю что високусная года очень хорошая по крайней мере у меня не всегда были очень идеальны плюс-минус чтобы этот год у вас был счастливым а если вам кажется что как-то не то то вы просто научитесь видеть хорошая даже там дивы нет пока